2003 год. Боливийское Нагорье. Группа учёных из Чили, Германии и Канады работает на одном из самых изолированных вулкан Джиих – вулканов Южной Америки – Сайкума. Он почти не изучен, но известно одно. В его кратере постоянно бурлит озеро Лавы. Местные кочевники Аймара называют его «сонящая пасть» и обходят стороной даже на большом расстоянии. Воздух здесь пропитан серой, жар от кратера чувствуется за сотни метров, а сам вулкан стоит посреди пустынного плато, где температура днём поднимается до 50 градусов, а ночью опускается почти до нуля. Учёные прибыли на вертолёте. Другого способа добраться сюда не существует. Их цель – установить тепловые датчики, взять пробы газа и изучить поведение Лавового озера, которое почти никогда не спит. Среди участников экспедиции – немецкий геохимик Филипп Майер, чилийский вулканолог Исабель Рохас и канадский инженер-геодезист Том Маккинон. Все трое – ветераны полевых работ, знающие, как себя вести вблизи вулканов. Но никто из них не был готов к тому, что случится позже. За несколько дней работы в лагере накопилось около 30 килограммов мусора. Консервные банки, пластиковая упаковка, испачканные тряпки, остатки еды. В условиях, где ближайшее поселение находится в трёх днях пути на вездеходе. Вопрос утилизации мусора стал неожиданной проблемой. Вертолёт должен был вернуться только через четыре дня, и весь хлам продолжал гнить под солнцем. На четвёртое утро Том предложил решение, которое показалось логичным – сбросить всё в лаву. Мол, она всё сожжёт. Без следа. Идея не встретила большого сопротивления. Вулкан – это природная печь. Температура лавы в кратере – около 1200 градусов. Она плавит даже металл. Вечером, когда жара немного спала, учёные в защитных костюмах подошли к краю кратера. Филипп нёс мешок с отходами. Они закрепили его на длинном металлическом шесте и медленно опустили в лаву, чтобы избежать прямого броска. Сначала ничего. Мешок будто плавно ушёл под поверхность, словно в плотную жидкость. Но через несколько секунд тонкая, полузатвердевшая корка лавы дала трещину, и раздался резкий, хриплый хлопок. Затем – взрыв. Раскалённые брызги лавы вырвались на высоту пяти-шести метров. Волна жара обожгла лица даже сквозь щитки. Один из осколков прожёг край рюкзака Томаса. Учёные бросились назад, лавина мелких камней сдвинулась под ногами. Грохот эхом прошёл по кратеру, и ещё с минуты из центра вырывался пар и едкий дым. Когда стало безопаснее подойти ближе, воздух уже был густ, с токсичными испарениями. Мешок полностью исчез, но вместе с ним вулкан будто пробудился. В течение следующих нескольких часов лавовое озеро стало активнее. Участились всплески, появились газы с резким химическим запахом. Позже в лагере Филипп выдвинул гипотезу. Внутри мешка было достаточно влаги. В остатках пищи – пластиковых бутылках. При соприкосновении с лавой вода мгновенно превратилась в пар. Замкнутая под коркой лавы она создала избыточное давление, и это вызвало взрыв. Сама лава не бездонна и не всесильна. Да, она плавит многое, но не всё исчезает бесследно. Пластик, сгорая, выделяет диоксины и хлороводород. Металл может просто утонуть и остаться в составе породы. Пищевые отходы дают пар, который при достаточном объёме может создавать локальные выбросы. Тогда учёные поняли – даже маленькое количество мусора может повлиять на вулканическую активность. А что будет, если сбрасывать туда тонны? Вернувшись домой, Исабель начала готовить доклад. Но уже тогда между коллегами начались разговоры о безумной идее – использовать вулканы как гигантские мусоросжигатели. Ведь температура, никакого топлива, уничтожение отходов природным способом. Но чем дальше шло обсуждение, тем очевиднее становилось – это не решение, а игра с огнём. Во-первых, вулканов с постоянными лавовыми озёрами – единицы на всей планете. Большинство активных вулканов – это взрывоопасные стратовулканы, к которым даже приближаться опасно. Во-вторых, логистика. Как доставить миллионы тонн мусора в такие глухие места? Трассы, техника, топливо – всё это будет стоить больше, чем современные мусоросжигательные комплексы. В-третьих, безопасность. Один неправильный мешок может вызвать выброс, который убьёт людей, изменит вулканическую активность и выпустит в атмосферу ещё больше токсинов. И, наконец, сама природа лавы не уничтожает отходы начисто. Пластик выделяет ядовитые газы. Некоторые тяжёлые металлы не горят, а просто накапливаются. При больших объёмах отходов неизбежны выбросы в атмосферу, кислотные осадки, отравление воздуха на сотни километров вокруг. Один мешок вызвал взрыв. Миллионы тонн – это экологическая катастрофа. Вулкан – это не мусорная печь. Это живой, нестабильный механизм, и любое вмешательство может запустить цепную реакцию. Те несколько секунд у кратера Сайку мы доказали это без всяких расчётов. После экспедиции учёные отказались от идей даже в теории. Они продолжили работать над системами переработки, сортировки и энергетического сжигания в контролируемых условиях, и больше никто из них не пытался бросить мусор в лаву. Они просто научились уважать то, что не поддаётся контролю. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра.